И приветствую всех на прохождении The DarkPixers. Перед началом просмотра возьмите чай, печенье и приступаем к просмотру. Не забываем конечно подписываться и ставить лайки, это очень важно. А еще пишите комментарии. Так, условно. Я тут печеньки ем. Есть путь, но она мне по зубам. Не влезем. Зацепиться не за что. Найдем способ. Как знала, что ты так скажешь? Я ходила на альпинизм. Я нас вытащу. Что жлость-то повысилось. Это не место, а пиздец. Нам всем пиздец. У нас нет шансов. Не смешно? Так, не надо мне этого. Я выберусь, если тоже хочешь. Не отставай. Опа-на, а это кто? Опа-на, а это кто? Ты как? Сейчас, минуту. Ладно, не умрем. Это не точно. Ох, ну и вид у тебя. Вот спасибо, Рэйчел. Не думала мотивационные лекции вести. Серьезно, все хорошо? Отлично. Только тупее вопросы я в своей жизни не слышала. Что, решила устроить мне бойкот? А что тебе сказать? Не знаю. Хочешь нам дать пятьдесятого месяца? Оно ни на одно животное не похоже. Ты правда хочешь об этом говорить? Почему она тебя там бросила? Конечно. Хэзэ, но перед этим у нас был тесный контакт. Насколько? Оно меня покоцало, и я отключилась. С тех пор хреново. Плющит, тошнит, сначала думала шок, но это все не проходит. Яд? Ага, не попозже на яд. Мне-то откуда знать? Ты же ученая. Я со спутниками работаю, а не с ядами. Я не биохимик. Я поняла. Опа-на. Клариса, что с тобой сделали? Рэйчел, не бросай меня здесь одну! Давайте суверение, Людина. Хорошо. Я здесь. Обещай, что не бросишь. Давайте суверение. Не брошу. Обещаю. Но расскажи мне. Убедительность выросла. Что с тобой сделали? Она все потемнела, потемнела. Наверху есть лекарства. Они помогут. Но надо спешить. Ну! Она уверена, что эти лекарства помогут, да? Угу. 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 Ты правда веришь, что лекарства помогут? Завеление давайте дадим. Пусть ждется. Держись. Мы почти на месте. Ты мне так и не ответила. У тебя нет других шансов. Мы сможем. Капанах. Пусть изменен. Рейчел утешила, когда ты стала плохая. Кларису, господи. Буду звать ее Карлсон. Мне это больше по душе. Черт. Все окей? Да, но... Да, но что? Мне как-то я хана уже пришел. Давайте поможем. Главное, чтобы она сейчас не закашляла в воздухе. Клариса! И такое бывает. Лариса упала. В расщелину. В расщелину. Потом расщелину написано. Мне интересно. Ладно. Это что за звуки? О, мы вернулись с этим двум. С двоим. Ник. Не вижу, что лезут, но слышно. Похоже, им там намного веселее, чем нам здесь. Я не буду. Включение отмолит? Да. Ты тоже включение отмолил? Да. Ну ладно, я тогда часть сухариков не попью. Ведь помидор на то, что оставили не полностью, да? Угу. А завтра уже тогда. Хорошо. Тут кое-что случилось, но я это вырежу. Прием. Не зевай. Ой, что такое? Ага. Введение открыто у нас. Так, классно. Ясно, понятно. Мы профукали этого персонажа. Давайте осмотримся здесь. Что у нас есть здесь? Вон что-то светится, я вижу. Давайте придемте. Вон еще что-то светится. Это что у нас? Это не рабочее радио или что-то? Так, здесь у нас ничего нет. Так, кружка, что за карта? Что за карта? Здесь есть какая-то карта. Ну, а почему я не могу ее кинуть? А, все. Вот. Ну, умные черти. Тут ложное место раскопано для грабителей. Вы знали, что здесь их ждет нечто особенное? Пока чисто. Если полезут, то я думаю, что, скорее всего, из разлома. Если. Приступ оптимизма, лейтенант. Мы ничего не знаем о нашем противнике. И мы прямо посреди его территории. Хреново дело. Есть такое. Не знаю, как надолго их задержат эти двери. Радио наш шанс. Сейчас починим, позовем подмогу. Сравняем счет. Если тут и есть передатчик, диапазон ограничен. Черт. Если бы Эрик вызвал поддержку с воздуха, они бы поймали сигнал. Начальство только обсираться умеет. Ну, есть такое. Так, а мы куда ушли? Значит, мы там были. Ну, давайте пройдем в эту сторону, что ли. О, вот что-то еще лежит. Дневник. Каталог находок. Ван Хейтин. Вот, прийти. А, во, можно открыть его. Все большие находки так или иначе связаны с проклятием Норам Сина. Это проповедь об отношениях между богами и царями. Диатируется периодом третьей династии Ура в Месопотаме. Норам Син был аккадским царем, внуком. Внуком Саргона, древнего, основателем Аккадской империи. Исторические хроники изображают его набожным человеком, подчиняющим богов. Однако персонаж из истории о проклятии сильно от этого и отличается образ. Норам Сина в мифах был подобен его, покинутому богами. И он гневается на них, а затем идет на них войной. Такое богохульство не остается безнаказанным. На Норам Сина обрушивается проклятие, первым из которых становятся вооруженные горных племен Кутиев. Эта война приводит к голоду, который уничтожает народ Норам Сина. Мораль истории в том, что человек должен покорно принимать страдания, каким бы ни ясным ни казались. Замуж у богов Норам Сина должен был смириться с состоянием развязанной войны с богами. Он начал бой, который не мог выиграть. Так, туда мы не можем. Только туда мы можем, ясно. И об их находках никто не узнал. Они только остались под земляком. Допутствующие на фотке А-29, глиняная табличка Акадо, без указания даты. На одной стороне глинопись, посвященная песну пения, для защиты от злых духов. Глиняная табличка со звездами, вместо пения, без указания даты. Созвездия, похожие на кита. Эти звезды имели какое-то значение для жрецов храма. Фрагмент гемонитовой цилиндрической печати украшены вертикальными рядами клинописи вокруг изображения большого гутийского города. Оказывается, верили, что гутии были демонами. Эта находка говорит о том, что они были более развиты, чем считали ранее. Так, ладно, назад уберем дневник. Ну, давайте посмотрим, что еще есть. Оттуда мы пришли. Вот здесь что-то подсвечено. Тоже какой-то камень. Р-37. Пабличка со сражением. Ясно, понятно. Пабличка со сражением. Еще какие-то записки. Ой, даже не записки, а какой-то планшетов. А и так. История болезни. Имя Мэри. Возраст пол. Так, 30 декабря в 2 минуты. Температура 38,1. Повышенная. Фотоотделение 230 мл. Центра 0,3-0,3. Температура 38,2. Пульс 42. Пациент в сознании бредит. 11 дня. Температура 38,3. Повышенная. Фотоотделение желудочной. Бредит. Жаропонижающий не действует. 12,15. Температура 38,3. Пульс 16,5. Ненадолго приходит в сознание говорить, что видела тьму и ощущает красный вкус. Теряет сознание. 16,45. Приходит в себя, кричит о чудовище, хоть мне лихорадка и желудочность усиливается. 16,00. Температура 38,2. Пульс по прежнему. Час, около 150 шпид. Примечание 2 дня после контакта. По созданию. Так, понятно, это типа симптомы. Ну, нормально. Так, давайте еще вот этот вот. Учекаем. Адрес Ван Хэйт. Новый курс клетолога. Посмотрим. Смышал, украшенный однородный. Заметки для статьи. Я так и знал. Образец не подчиняется известным законам биологии. Как долго эти существа жили у нас под ногами. Они просасывают каждые несколько пеков, чтобы охотиться на нас. Акадцы знали о них из легендов предков. По зусу явно служат их изображением. Предполагаю, что их нападение послужит основой. Полькоры для всего человечества. Древний миф. Пронизывающаяся культура. Крылатый демон. Рогатый сатир. Минотавр. Вампир. Ага. А почему-то Минотавр был написан. Нам что, с Минотавром придется встретиться? Вы меня так не пугаете, да? Так вот, камешку мы осмотрели. Здесь у нас что? Литичный нашел. На дневник мы уже посмотрели. Дневник мы уже посмотрели. Туда нас не пускают. Ну, значит, пойдем к радио. Наша единственная надежда. О! Литичка. А, по-моему, мы и смотрели уже. О! Там тоже что-то случится. Видите, есть какая-то лестница ведет наверх? В тупик. Ладно, это довольно-таки обидно, то, что нас в тупик ведет. Давайте вот так осмотримся. Так. 29 декабря. Пульман говорит, что радио неразборчивого хочет отрезать нас от внешнего мира. Ален обладает неразборчивой. Я ее... Видно, я по-прежнему не доверяю неразборчивой. Но без оказаний... Под подозрительными остаются все, пока я могу лишь разместить часовых. 30 декабря. Состояние Мэри ухудшается. Этим вечером я очнулся от изможденного оцепенения. И обнаружил, что леди Брэдшоу снова мучает мою жену своими чертовыми вопросами. Мэри что-то пробормотала о крылатых демонах. Ага. А почему это было у меня? И она спросила Мэри, ощущает ли она их прямо сейчас. Охваченная делирием, моя жена бросилась на Брэдшоу и впилась ногтями ей в грудь. Брэдшоу поспешила удалиться. И спустя некоторое время мне удалось успокоить Мэри. Ага, понятно, понятно. Что-то интересно довольно-таки было. Значит, 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 так что у нас тут есть, что мы имеем. Да ничего мы не имеем, по сути, кроме того, что они становятся вампирями. Но мне вот интересно, почему одно крыло было нарисовано как крыло ангела в том рисунке. Мне нужна помощь, чтобы его наладить. Сейчас наши техники наладят. Супер. Ой, куда курил? Эти штуки тебя убьют. Курение сейчас не главная угроза моей жизни. Бля, куда я зажигалку делал? Это побочный сигнал. Даже без передатчика радио ловит всякую хрень. Просто помехи. Почини передатчик. Если наладим сигнал и свяжемся с ЦКВС, будем на шаг ближе к дому. Ну, не знаю. Я не техник. Вот был бы мёртвым, он бы смог. Ясен хер. Мёртвый. Что поделать? Мёртвый, мёртвый. А как думал, которого мы вначале потеряли, да? Тар. Салим. А вы не таки? Тш-ш-ш. А не близко. Теперь опять курсы изменён. Тут график, у меня курсы изменяются. Эти уроды зовут подкрепление, нам надо им помешать. Нет, эти уроды могут помочь нам шерстить. Ты сдурел? Они нас враги. Значит ты еще не видел их. Здесь внизу демоны, вот они наши враги. Салим, ты бредишь. Послушай, они убили американцев, почти убили меня. За твой рот и иди за мной. Ты меня вообще слушаешь? Нет, ты послушай. Иди за мной или можешь подохнуть тут. Выбирай. Мой ланок. Стоп тебя. Стой, я иду. Заткни его. Угу. Почини уже передатчик. Мне нужно время. Ага. Понял, что сейчас будет. Я так понимаю, здесь еще чуть выше, чем на передней нищей. Твою душу. Что ты делаешь, лейтенант Фатако? Что ты делаешь, лейтенант Фатако? Блин. Ты подчиняешься мне. Ты их не слышишь? Надо уходить отсюда. Затнись. Knight. Обойдем его. От него, иначе не избавится. Угу. Прикрой. Давай. Урод. Укрой. Нет. Укрой. Чё-чё-чё дальше будет-то? Он перезаряжается. А много ли у него пыль? Удивительно, как что-то они со всего импери не слетелися. Да ё-моё, я же нажал. Угу, давайте сейчас не просыпаем. Нажал. Так, 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 что сейчас будет дальше? Не могу прицелиться! Ну, привет, зайчик. Ну, я не хочу его убивать. Там сейчас лишней подмоги не будет. Ну, что, оба валят тут, правильно. Ага, как обычно, они свалили. Развигайся в грамм! Вперёд! Навались, давай! Я не вижу иракцев. Там сидят, если не тупые. Сейчас здесь будет жарко! Стой! Стой, стой. Рейчел? О, Рейчел вернулась. Ты жива? Не веришь, солдат? Где Эрик? Ну, кого убили? Он мёртв. Блин, вот Эрика. Жалко, профукали. Он мёртв? Ты справишься, Рейчел. Он заслуживал лучшего. Ага, сострадательная фигура с вас. Рейчел... Скажи! Его застрелил один из иракцев. Этот иракец ещё жив? Да. И он близко. Ну, зачем бы так вот было говорить? Думал, ты мертва. Кто ещё выбрался? Мало кто. Мёрвин мёртв. Эти твари достали Джоуи. К Ларису. Что такое? Алло. К Ларису заразили. Эти монстры как-то залезли в неё. Мы пытались подняться сюда, но она разбилась. Я уже усвоил, что в этом месте мёртвые тихо не лежат. Да-да. Опять они. Кошка. Я пианили верал кушку. Да! Отступаем к храму! Угу. Все генераторы сейчас погаснут. Ну, давай, давай. Давай. Лучше в таком жанре. Нам нужен генератор. Без него ослепнем! Помогите! Ни одну тварь нельзя пропустить! Они уже внутри! Значит, больше не впускай! Даже по приглашению! Ворота! Ворота! Я займусь генератором! Генератором! Я же не думал, там нужно было, блин, выборе написать «Вздать». Угу. А где эракция? Эти твари реально хотят прорваться! Надо срочно врубить генератор! Иначе жопа! Как у него вверх? Вот реально известно, где сейчас находит эракция. Суки лезут внутрь. Не выдержит! Ой, ё-моё. Это наш дом! Поняли? это все что вы можете прорвались эти твари еще хуже крыс тупая куча говна что пугать-то я аж испугался ну пулемет я поддерживаю возражение нет одержать белый форсор они прорывают периметр если есть идеи так давай делись давай должно быть что-то стоп да бежим в катакомбы надо идти вниз вниз вообще-то выход в другую сторону либо туда либо все умрем здесь восточным воротам уху ой ё-моё уху степить выстрелить от степить выстрелить от степить это смысл не стрелять если их только полом можно убить степить и Ага, бензин Ох, я мая Давай, вали, вали, вали Ник Ага Ага И что будет дальше Здесь заряды, не беги, не беги Здесь заминировано Мины Мины Центру Ну да, мы же эти края заминировали Да, да, там края заминировали Так, 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 так Забегаем на пич, на рыщу мы сохранили Открывать двери О, бомбы подорвались А теперь надо валить Угу Идем дальше Ага Ирахт нас подводит А теперь он нашего убьет Что-то я так понимаю, что, что у него Спасай ружья Ну, привет Мой друг недоволен И я заметил Что там было Твой друг какой-то слишком нервный Прям бесит меня Если ты опустишь оружие Это может его успокоить Да, отпустит оружие Не послушайте, я ему голову выстрелю Это очень плохая идея Ты не в том положении, чтобы спорить Да не стрелять его Ну давай Рискни, блядь Мы могли бы стать близкими друзьями Если бы на секунду забыли Форму какой страны одеты Маш Ахбан Молчать Это он Не надо Он Он убил Эрика Это он зря Предлагаю просто захуярить этих уродов Нет Ник, что думаешь? Он помочит Даже не знаю Нам нужна их помощь Это враги, Ники Я не верю никому из вас Этого я и ждала Это они Надо открыть эту дверь Чего вы стоите? Ну? А садимся по умной Двою заказанную, да? Ай, Джейсон Враг нашего врага, друг Вперед, ну давай Ага Садимся по умной Вперед Я помню, что ты сделал с полковником Не было выбора Выбор есть всегда Как сказал бы, это мудрец А вообще, куда они сейчас идут-то? Ну, мне нравится, что все примирились Только еще три их не хватает Вот жалко Ну, хоть кто-то радует Зал жертвоприношений Честное слово Это худшее место во всем мире Упана, вампир Еще один вампир Ай-ай-ай-ай-ай Никит, Никит, Никит Не-не-не-не, только не его Я его вам не отдам Добро пожаловать в Казахстан! Поехали! Ух ты! Ух ты! Черт возьми! Демон, ты был... Демон, и ты был прав. А ты не верил. Да стреляйте уже, ты что думаешь? Ой, это... Это тот самый стражник, что ли? Да он нахер. Аааа. Ты как красивый. Шмаляй ему в голову. Расбертика. Что такое рас... Ааа. Я не то подумал. Аааа. Ааа. Ааа! блин я думал на укол он стащит и не это самое залим нормально а я не дадим не дадим нормально все лим будет жить курс изменен что курс изменен ник был ранен окей салим был ранен окей аллах помоги как его перебросило там же позвоночник можно легко сломать валим 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 опять или морали до полуставай чёрт командиры бросили что ли ну ё-моё а чё его спасать никто не будет а на тебе чувак ладно полковника мы бросили двух полковников потеряли уже хотя и дети было бы хорошо я думаю дети было бы в самый раз у меня всех ребят и почему салим искать их можно убить . колонн сердце вот это вот я не понимаю сильно вот реально мог бы сказать убить нужно колонн сердце чтобы их убить а этого чувака погрызли его погрызли не связывайся с морпехами или это он его погрыз угу алина так обнаружим тебя что это надо давайте обнаружим тебя я пришел с миром готов ага от нас не с места сука это что такое зло это успокойся ты один кто еще выжил все произошло быстро думаю тут только мы только мы да вот это заебись давайте заверение я не желаю тебе зла клянусь еще бы винтовка то у меня у меня жить надоело сказал чужак с ружьем угу так осторожно мы можем быть союзниками не нужно дружить можно быть союзниками а да ладно это меня устраивает давайте пойдем вместе а тем более блин он такой зло это чувак реально вот нервный он вроде сам обнаружил себя я не стал засаду делать не знаю кто украли все опять разбились все командира 50 если ты в мою сторону хотя бы глянешь косо можешь не сомневаться я тебя прикончу с союзники болван не испугает убийцу вампиров он тоже убить и вампиров назвал нормально вроде иначе не пробраться один держит ворота чтобы другой смог пролезть ну давайте нормально пошел в порядке серьезно тупик я найду другой путь а салим у нас один зажигалку причем нормально думаю тут пройдем мне надо расчистить отсюда побыстрее твари могут быть повсюду есть идея с чем мы имеем дело это вампиры не может быть мой отец говорил если что-то выглядит и пахнет как говно то это она можешь даже не пробовать поверь мне это вампиры надо объединиться чтобы выжить да очень похоже на то иди еле-еле накладся спасибо выброс кастой модного лоббира удалось будет колонки стропа на панал 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 слава я так и не понял нам так нужно делать не нужно делать это хороший поступок неплохой поступок блин кто нибудь может написать комментарий кто шарит что ты сделаешь первым делом когда мы выберемся редукции игрок но шар нет да давай давай я был рядом в ее последние минуты молил ее прощение богом забытым месте за то что поставил свое тщеславие выше нашей любви когда конец всему я понял что она она заставляла меня поклясться похоронить это место девять вечера произошло нечто ужасное будучи возле жены я заметил кое-что у нее в руке брошь леди брэдшоу должно быть она сорвала ее с блузки брэдшоу во время припадка перевернув брошь я увидел что она похожа на одно из существ которых мы извлекли из коконов не те ли это демоны о которых говорила мэри неужто брэдшоу знала что мы здесь найдем затем вдруг мэри зашевелился но это была уже не моя жена это интересно уже нечто завладело ее телом оно прыгнуло на меня и только брюки клетки спасли меня от его ярости угу понятно ладно назад у тебя вроде и есть голова на плечах объясни тогда какого хрена ты воюешь за садам у нас было выбора угу у угу он помог мне так сложилось в любой другой день он бы пулю в тебя всадил р 32 так жертвоприношение Ладно. Ну, они хоть и дружились. Да просто поддерживаю разговор, друг мой. Выясни ты, наконец. Мы не друзья. Злой карты. Я не настроен к вражде. Значит, ты новости не смотришь. Слушай. Однажды человек построил свой дом на берегу реки. Пришел поводок, и стены смыло. Пришла засуха. Вода высохла, и он захотел пить. Весь день насекомые жрали его плоть. Но по ночам он говорил жене. У нас всегда достаточно рыбы. Твои люди решили воевать, Джейсон. Думаю, нам пора побыть в тишине. Начинаем узнать, кто у нас мертв. Господи, как эти кутерески сложно практики делают. Ой, ёбаро. Кто у нас там вылез? Давайте его захну. ой она сама дверь открыла да Что еще будет, что еще будет, что еще будет? Во, минус еще один. Что, он мертв? Не встанет, надеюсь, больше? Думаю, пора валить отсюда. Да, мы давно так думаем. Ладно, хоть кого-то мы спасли. Опять гробницы. Хотя это ритуальный зал, это уже по приношению. Угу. Угу. А вот сейчас куда мы выйдете? И здесь, судя по всему, уже были выценные. Я думаю, это лазарет. Лазарет? Может пригодится. Мы его не хотим сожили. Если хочешь засунуть в сумку древнюю взрывчатку, пожалуйста. Химическое оружие уже близко. О, фоточка. Заметки вскрытия. В желудке образца обнаружено значительное количество крови. Анализ. Крови показатель. Высокое содержание адреналина. Организм питается сахаром. Вселяю в лужи в свою жертву, чувствую, что за адреналина нападает. Ага. Ага. И что за адреналина нападает. Значит, короче, нужно они кипишевать. О, опять что-то. У них так много кружек-то встать. Зачем они оставляют кружки? История болезни. Имя Мэрия. 7.30. Температура и пульс опасно в высоке. Более 38 градусов. 170 таро в минуту. Пациент в основном. Без сознания. Неда просыпается и пищит. Патоделение. Продолжается запас из раствора на исходе. Замечено движение подкожей жертвы в районе надпочечников. Рекомендует диодносить такую операцию, но я и боюсь, что я может ее не пережить. 8-10. Температура 38,6 пациент. Теряет силу. Движение подкожей усиливается по физическим организмам. Окей. Давайте еще смотрим, что здесь у нас может быть. Ну что, может быть? Вот в камере, допустим, еще-то. Записка. Итак, лагерь охвачен. Лагерь охвачен волнением. Рабочие пропали. А леди Брэдшилл, но я догадываюсь, она жаждет той же судьбы, что она хочет стать. Первое января 1947 года. Час дня. Диверсант нанес очередной удар, лишив нас пути к отступлению. Мы застряли здесь, с этими тварями. Со всех сторон из тьмы доносится их иск. Кроу направил свой пулемет в сторону катакомб. Мэри была права. Надеюсь, за эту музыку монетизацию не снимет. Мы не можем и то, что уже мертво. Нам остается только одно. Обрушить этот храм на чудовище. Даже если мы сами окажемся погребены вместе с ними. А они не должны покинуть это место. ОК, это мы ОК посмотрели. Здесь, если у него еще есть. О, тот самый Вальпир. Он еще жив. Естественно. Жив, не жив. Или сдох с голоду. Или растопся. Там ничего еще есть нет. Ладно. Посмотрели, ему прихватит. Прямо допустим следующую хамеру. Куда нам нельзя. Ну и здесь вот что-то, если может быть, его... А это что такое? Что это мне? Ну и душу. Какие спушки порой пугают по силе. Ладно, я не понял, что это, ну допустим. Ну допустим, все же ОК. Пещеры. Что бы там ни было, археологи добрались туда первыми. А ну погоди. Ты что? Думаешь, они живы? Да ты оптимист. Что еще остается? Все-таки так. Знаете, что я правильно сделал? Друг живы. О, спустились. Блин, водопадик. Откуда здесь водопад? Ну честно говоря, его причину вот этот вот плодом у озера не понял. Твоя жена? Можно знать кого-то много лет, но мало знать о нем. Я не знал, что капитан был женат. Тот ублюдок, который был с тобой? Он не выжил. Тем лучше. Одним врагом меньше. Когда-нибудь ты пожалеешь о таких словах. Жалеть не про меня. А-а-а. Понятно. И куда это мы теперь попали? Здесь на каждом шагу сюрпризы. Ох, ну а цепан-то деревья растут. Вот что прикольно. Мы сейчас будем спуткаться к вашему вампиру. Поэтому мы тоже туда спустились. Лебедка работает. Нет. Нет? Мы туда не пойдем. Археологи не выбрались, ты это понимаешь? Мы не археологи. Наш мир наверху, а не там внизу. Между нами и нашим миром армия монстров. Они близко. Поджигай. Безумец. Если у вампиров есть логово, оно внизу. Ты хочешь сражаться у них дома? В этой стране я только этим и занимаюсь. Запускай подъемник. Угу. Салин не с тем оказался. Ну, ты пять. Пески. А что мы потом потеряли? Нету. Угу. Теперь я понял, откуда-то. Откуда-то видение было. А, нет. Угу. Угу. Кстати, я вспомнил, где этих компьютерах видел. Я их в Ведьмаке видел же. Древний ужас пробудился ото сна и жаждет крови. Ох, да. Древний ужас-то кто? Посмотрим, сколько их поглотили тени. Давай посмотрим. Одна возвращается к свету, а другой остался во тьме. Бедный Эрик. Эрик, Эрик. Впрочем, Эрик однажды обманул смерть на том шоссе. И, возможно, смерть, наконец, настигла. Эрик, 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 Эрик. Не хочу прослыть негостеприимным, но время не на нашей стороне. Угу. Я встречу ваших подопечных за финишной чертой. Или похороню возле нее их остатки. Ага. Очень интересно, спасибо. Я не знаю, три неделями, тремя неделями ранее. Опять? Боже, Эрик, сколько можно? Дело во мне. Я так решаю проблему, и мне надоело тебе это объяснять. Да, да, это моя жизнь, и я здесь ставлю условия. Чего? Что ты сказал? Я не вовремя? Охренеть, как не вовремя. Просто ты просила файлы, и я принес. Потом. Сказала потом. Я не хотел тебя расстроить. Это не ты. Ладно, всем спасибо за просмотр. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Что все?